Сегодня расскажем вам, как же получить бесплатную помощь в Турции, будучи иностранцем. Вы на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Не секрет, что приезжая или переезжая в Турцию, медицинские услуги здесь можно получить по страховке. Государственной или частной. Бесплатно или с тестичной оплатой. Или же частных клиниках и лабораториях с полной оплатой. А виды к страховке и как их оформить, можете посмотреть вот здесь. Однако, существует еще достраховочный этап. В России такого нет. А вот, например, в Великобритании есть, называется, Волкли клиник, куда может обратиться абсолютно любой человек и попросить медицинскую помощь. А вот Family Doctor, семейный врач, который выполняет фемиусу терапевта, уже будет входить в страховку. А в Турции как раз семейные врачи доступны для всех. При наличии, конечно же, гражданства или любого ВНЖ, включая туристический. Для того, чтобы получить помощь семейного врача, необходимо привязаться к врачу в первый раз. Для этого сначала вам нужно прописаться по своему адресу в Ньюфисе. Но если вы наверены продлевать свой ВНЖ, то прописка, вероятно, у вас уже есть. А если нет, то посмотрите, как же прописаться вот здесь. Там подробная инструкция. Так вот, если прописка уже есть, то заходи в систему Енабис, вот на этот сайт. Делать это можно через ваш аккаунт в Едивлет или создать отдельный профиль. Если вы еще не обзавелись Едивлет или же не знаете еще, что это такое, то вот здесь вот очень подробное видео, где вы узнаете, что это, для чего нужно и как получить профиль. Вообще полезная штука Едивлет. Если вы еще не имеете Едивлет, мы не представляем, как вы живете в Турции. Зайдя уже в свой профиль, вы можете выбрать функцию «Сменить семейного врача». Далее нужно выбрать город и район. Вы увидите список доступных семейных клиник. Называются они Айлеса и Ликмеркезы и терапевтов в них. Чтобы регистрация прошла без проблем, стоит выбрать врача, выделенного зеленым цветом. Это значит, что за ним закреплено меньше 3500 человек. Он не перегружен. И, скорее всего, вы спокойно сможете получить все необходимые вам услуги. Если же не знаете, какого доктора выбрать, можно погуглить отзывы на каждый участок. Ну, а в самом приложении, вы не запутаетесь, она очень внятная. Там даны все инструкции, как записаться в врачу. На каждом этапе вылетают плашки с инструкциями. Включите перевод сайта в браузере. Также, если вам что-то не понравилось, вы можете поменять врача. Но сделать это можно раз в три месяца. Как это сделать, на сайте также указано. Привязавшись к врачу, вы можете взять рандеву через приложение, вот это вот самое, Нинабист, или инсайт, МХРС. Там тоже нужно зарегистрироваться, и после регистрации можно заходить через Едивлет. Но мы пользуемся сайтом Нинабист, он очень удобный. Там огромное количество информации о вас собирается по мере посещения врачей, которую вы сами можете лицезреть в приложении. А при желании на ваше сведение можно поставить запрет, что видеть будут ваши вот такие вот все анализы, посещение врачей и так далее. Только ваш лечащий врач и больше никто. У семейного врача можно сделать общий осмотр, сдать базовые анализы, взять рецепт на лекарства, сделать прививки себе и детям. Также можно попросить порекомендовать специалистам в больницах уже. Но по поводу анализов есть один нюанс. Есть анализы, которые вроде бы как должны делать в клинике. Но это только в теории. На практике же может оказаться, что ваша Майлиса или Кмиркизи на какие-то пункты из списка кровь просто не принимают. Все анализы, результаты и обследования, сделанные прививки и так далее, будут отображаться в вашем кабинете на ЕНОБИС. Причем не только из данной семейной клиники, но и из всех, абсолютно всех турецких больниц, включая частные. На самом деле, имея любой ВНЖ, медицинская помощь в Турции, особенно базовая, доступная. Семейный врач входит во все виды страховок. Максимум, который вам придется заплатить в зависимости от суммы покрытия вашей страховки, это 20-30% от суммы. Ну, от общей суммы. Это очень немного и точно вас не разорит. И, кстати, на сайте ЕНОБИС можно узнать адрес дежурной аптеки. Если видео было для вас полезным, моихните, пожалуйста, в комментариях. Возможно, мы что-то не учли и у вас какие-то возникают вопросы, мы на них попробуем ответить. А пока подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчики и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. А также не стесняйтесь, проходите в описании под видео. Там вы найдете ссылку на наш сайт, куда вы можете обратиться с просьбой о помощи арендовать вам квартиру в Стамбуле. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!